Здравствуйте друзья, в этом обзоре поговорим про еще одно реле с энергомониторингом для подрозетника из экосистемы Tuya Smart. Правда задумывалось все под Zigbee версию, но случилось так, что продавец отправил мне Wi-Fi, наверное решил что я не замечу разницы. Для меня разница не то что существенна, а можно сказать критична. Хотя и для пользователей штатной системы управления Tuya Smart или Smart Life, герой обзора будет нужным и полезным. Перед тем как мы начнем прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти больше людей. А если мои обзоры вам интересны и полезны, то чтобы не пропускать новые выпуски, подпишитесь на мой канал и включите уведомления о новых видео. Тип устройства Реле для подрозетника с энергомониторингом Интерфейс Wi-Fi 2.4 ГГц, есть версия на Zigbee, которую я и хотел купить. Максимальный заявленный ток 16 Ампер. Диапазон рабочего напряжения от 100 до 240 Вольт. Размер 41 на 41 на 20 мм. Система управления Tuya Smart, Smart Life. Поставляется устройство в небольшой картонной коробочке. Для того чтобы было нагляднее, рядом с ней стандартный спичечный коробок. Реле действительно очень маленькое. В комплекте кроме самого реле еще небольшая инструкция на английском. Съемного крепления для Динрейки у этой модели нет, как и собственно каких либо крепежных отверстий, винтов или чего-то в этом роде. В инструкции описаны схемы подключения реле, тут ничего нового и эксклюзивного. А также способ сброса в заводские при помощи удержания физической клавиши. Собственно на этапе распаковки я и выяснил что это Wi-Fi, а не Zigbee версия, которую я заказывал. Поэтому мной был открыт диспут о несоответствии товара с требованием возврата его стоимости. Как я и сказал реле очень компактное, корпус квадратной формы с длиной стороны чуть более 4 см и толщиной в 2 см. На фронтальной части указана версия и параметры, сюда же выведены головки винтовых контактов для проводов их 6, входящие и сходящие фазой 0, а также два контакта для внешнего выключателя. Сами же провода предполагается заводить с одной из боковых сторон, относительно надписи на корпусе нижней. На задней стороне находится кнопка, длительное удержание которой приводит к сбросу в заводские установки, а короткая переключает состояние реле. В стандартный круглый подрозетник реле легко помещается, причем даже с запасом. Установить за выключателем или розеткой можно без особых проблем, толщина реле всего 2 см. Корпус состоит из двух частей, которые держатся вместе при помощи защелок. Для разборки нужно просто чем-то поддеть одну из половинок и раскрыть. Вид сзади. Такое впечатление что силовые дорожки хотели дополнительно пропаять, но не доделали до конца. Не знаю это общая проблема или моего экземпляра, но что-то мощное без дополнительной пропайки я бы сюда не включал. Управляющий модуль. Тут используется что-то специализированное от Туя, залить свою прошивку как на контроллеры ESP8266 или ESP32 тут не получится. Само реле тут применено на 16 А, соответствует заявленным параметрам, правда с оглядкой на силовые дорожки. Для подключения реле нужно подключить ему питание на входящие контакты N и L. Благодаря нулевой линии нагрузка для работы ему не нужна. Для тестирования я буду использовать такой стенд. К выходным контактам подключена обычная розетка, в нее можно подключать нагрузку. Перейдем к подключению в приложении управления. Я использую Туя Smart, но можно использовать и один из клонов, например Smart Life. Устройство обнаруживается сразу после включения в сеть. Напомню поддерживается только Wi-Fi 2.4 ГГц. Сразу после подключения загружается плагин реле, он стандартный для такого рода устройств. В центре находится кнопка управления, под ним несколько меню с данными и настройками, чуть позже мы рассмотрим их все подробно. Если выйти из плагина, то мы увидим что реле появилось и в общем списке. Прямо из главного меню не запуская плагин, можно не только включать и выключать реле, но и устанавливать интервал для обратного отсчета, по его истечении реле изменит свой статус, а также изменять настройки режима при восстановлении питания. Вернемся в плагин и рассмотрим опции расположенные в нижней части экрана. Меню таймер включает в себя несколько различных режимов. Обратный отсчет. Интервал времени, по истечении которого реле изменит свой статус на противоположный. Планировщик. Позволяет включать или выключать в заданные дни недели и время, как разово, так и на периодической основе. Есть интересная опция циркуляция, о ней я сейчас расскажу чуть подробнее. Рандом, работает случайно выбранное время в заданном интервале, можно использовать например для имитации присутствия. И наконец опция inching, которая позволяет задать время через которое реле будет автоматически выключаться после включения. Теперь подробнее о циркуляции. В этом меню задается временной интервал, например с 10 утра до 10 вечера. На его протяжении реле будет периодически включаться и выключаться. Время включения и выключения настраивается по отдельности. В этом примере включение на протяжении 5 минут, потом выключение на минуту. После этого нужно выбрать дни недели, когда эта настройка будет работать. Таких режимов можно задать несколько, например для разных дней недели свои. В случае когда эта опция будет включена, на протяжении установленного интервала, реле будет включаться и выключаться согласно заданным настройкам. Меню энергомониторинга отображает как мгновенно измеренное значение, ток, мощность и напряжение, так и накопительное по расходу электроэнергии. В последнем меню находится дополнительная информация о настройке. Оно включает в себя журнал сработок реле, режим работы после восстановления питания, всегда выключено, включено или помнит текущий статус, а также тип внешнего выключателя, подключенного на контакты S1 и S2. Подробнее про выключатели чуть дальше в обзоре. В меню общих настроек указан перечень систем, где поддерживается работа реле через подключение аккаунта Tuya Smart, их как видите довольно много. Тут же есть возможность проверить и обновить прошивку, а также удалить из системы и сбросить заводские настройки. Перейдем к разделу автоматизации. В разделе триггеровые условия устройство имеет целых 7 вариантов событий и состояний. Начнем с базового, статуса реле, включено или выключено. Далее следует условия больше, меньше или равно для всех возможных параметров. Времени до завершения обратного отсчета, добавленной энергии, имеется в виду дневное потребление, сколько добавилось к уже потребленному, силе тока, текущей мощности и напряжению. В последней вкладке перечислены ошибки, появление которых также может быть триггером автоматизации. Они связаны с превышением или занижением параметров энергомониторинга, правда не ясно о каких цифровых значениях идет речь. В разделе действий намного меньше опций, тут можно управлять состоянием реле, включить выключить или переключить состояние, а также установить интервал обратного отсчета. Протестируем режимы работы для выключателей. В первом режиме любое переключение физического выключателя переключает и реле, работает все параллельно с приложением. Во втором режиме реле будет включаться только в одном из положений выключателя. Соответственно при работе с приложением будет возникать ситуация, когда выключатель будет переключаться в холостую. Третий режим для возвратных или звонковых выключателей. Их работу можно эмулировать быстрым переключением обычного выключателя. В этом тесте хорошо видно запаздывание статуса в приложении. Перейдем к работе в Home Assistant и начнем с штатной интеграции Tuya. Если она уже добавлена в систему, то все устройства будут появляться в ней автоматически. По умолчанию у реле активно только две функции, переключатель и состояние после восстановления питания. Сенсоры энергомониторинга не активны. Если зайти в каждый из этих сенсоров на вкладку настройки, можно активировать его, после чего он появится в системе и его можно будет использовать в автоматизациях. Но тут есть один очень существенный нюанс. Обновление данных по энергомониторингу происходит только, когда открыто приложение Tuya Smart. Если закрыто, то вполне нормальная ситуация, когда есть потребление при выключенном реле. Обычно все можно решить при помощи интеграции Local Tuya, которая подключается к устройству напрямую по локальной сети. Но в данном случае этот метод не сработал, я многократно пытался подключиться, перезагружал реле по питанию, однако результат был неизменный. Сообщения о успешном подключении, но датапоин через который осуществляется управление, недоступны. Для локального управления Wi-Fi устройствами Tuya есть еще одна интеграция Tuya Local. Она подключается напрямую к устройствам в локальной сети, для чего ей надо ID и локальный ключ, который можно взять из Local Tuya В этой интеграции не нужно вручную прописывать датапоинт, они определяются автоматически. Но для полноценного управления устройством нужно, чтобы оно было в базе данных. Под мое реле было предложено два варианта, свитч и свитч с таймером. Между собой они отличаются только наличием таймера, я выбрал второй вариант. Устройство появилось в системе, правда чтобы оно стало доступным, пришлось перегрузить его по питанию. Но к сожалению тут нет сенсоров энергомониторинга, только реле и таймер, который можно установить на заданный интервал, по истечении которого оно переключит свое состояние. Опыт с этим реле получился неудачным с самого начала. Еще раньше я уже заказывал Zigbee версию этого реле, на тот заказ отменили. Второй заказ отправили, но по факту я получил Wi-Fi версию. В базовом приложении Tuya Smart реле оказалось довольно функциональным, у него есть и энергомониторинг, и память состояния, и возможность выбора типа выключателя, опции вроде произвольного включения и циркуляции. Но в Home Assistant его полноценно использовать нельзя, только включить или выключить. Энергомониторинг работает только в интеграции Tuya и только при условии запущенного приложения. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете ссылки на обе версии реле, то которое я хотел купить и то что мне по факту прислали, на обзоры похожих устройств, а также телеграмм канал и группы общения посвященные умному дому. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok